100 новых лиц представили Казахстану. Участниками Национальной Лиги Супергероев, так сейчас называют этот проект, стали спортсмены, ученые, полицейские и люди других специальностей. У всех финалистов своей сверхспособности, но одна общая цель – быть максимально полезными для своих граждан. С лучшими из лучших встретилась Ирина Панфилова. О многих финалистах четвертого сезона 100 новых лиц Казахстана, жители страны до запуска национального проекта, мало что слышали. Эти люди зачастую не афишируют свою деятельность. Но сегодня тот самый день, когда о них узнала вся страна. А кто-то, возможно, пойдет по их стопам. Например, начнет заниматься благотворительностью, как Дулат Тастикеев из восточного Казахстана. Или станет героем, как костанайский полицейский Амантай Байжанов, который, рискуя собственной жизнью, вызволил водителей из снежного плена и вместе с напарником вытащил 15 человек из огня. Героям тебя не читаю. Думаю, это моя работа. Обеспечить безопасность наших граждан, помогать им во всем, чем смогу, конечно. Очень, конечно, приятно присутствовать, быть победителем 100 новых лиц Казахстана. Выделяем с начала года ежемесячно безвозвратные гранты для молодых предпринимателей. Называется «Ассалтаз бизнес-грант». Каждый предприниматель получает миллион тенге, ежемесячно два предпринимателя. В течение года 24 человека. Есть основные определенные направления, куда мы смотрим. Это развитие современных IT-технологий, поддержка государственного языка, производство. В этом году в проекте участвовали рекордное число казахстанцев – 2790. По итогам голосования жюри отобрали 30 финалистов. Сегодня их по видеосвязи поздравил президент Касым Жумар-Токаев. Казахстан может и должен гордиться своими лучшими представителями, коих среди молодежи огромное количество. Именно вам, прогрессивной, талантливой, патриотичной молодежи принадлежит будущее Казахстана. Вы должны готовиться к этому, чтобы взять на себя образы правления нашим государством. Что касается нас, так сказать, старшего поколения, то мы сделаем все возможное, чтобы это стало явью. И, скорее всего, у этих молодых и креативных казахстанцев действительно все получится. Они уже добились больших успехов в рамках проекта. Свои голоса за финалистов отдали порядка миллиона человек. Подала заявку моей супруге. Я такой, ну, без проблем. Конечно, хорошо было бы, классно, хотя кто будет голосовать, я не очень-то и популярен. Но, как выяснилось, победил. Популярность Кулана Усенову пришла молниеносно. Сегодня у него в ТикТоке 240 тысяч подписчиков. В соцсеть молодой учитель выкладывает свои креативные уроки химии. Предмет объясняет через японское аниме. Надо относиться по-человечески всегда, ко всем и везде. Это касается наших детей также. Нужно принимать в учет то, что они любят. Максимально быть с ними честными, вот что я пытаюсь. И привить любовь к химии. Если же нет, ну, не всем химиками быть, кто-то найдет свое счастье в другом. Взрослые тоже смотрят ролики, пишут, я закончил университет очень много лет назад, где ты был, когда я учился в школе. Вы, Улан, наглядно продемонстрировали, что даже в условиях жесткого карантина и дистанционного формата обучения можно оригинально подавать качественный учебный материал. Профильному министерству нужно взять на вооружение такие современные методы. Судя по реакции президента, его впечатлили все идеи финалистов. Многие из них живут и работают за рубежом, развиваются сами и помогают это делать своей стране. Я поддерживаю предложения нашей хоккеистки, спортсменки Булбул, о создании секции для девочек по хоккею с шайбой. И в целом я поддерживаю все предложения, направленные на развитие массового спорта, физкультуры, о чем я говорил в своем послании. И, конечно же, развитие женского спорта. Я сейчас действующий игрок национальной сборной Казахстана, а также являюсь игроком в американском клубе Ниджерси Фонекс и также являюсь главным тренером в американском хоккейном клубе. Было бы шикарно, если бы мне дали поддержку, если бы мне помогли, потому что я неравнодушна. Я хочу применить все вот эти вот навыки, которые я получила как тренер в Америке, в Канаде. Я хочу их привнести в Казахстан. Максимально внести свою лепту в развитие страны хочет и Санжар Тайжан. Сейчас молодой инженер работает над тремя проектами Илона Маска. У меня план после турнира прилететь обратно в Казахстан и дальше разрабатывать полностью эту инфраструктуру, ну и технологии. И именно в транспорте сфере, и именно чтобы транспорт был экологичный. У финалистов проекта разные сферы деятельности, возраст и национальность. Но есть то, что их объединяет. Проект «Сто новых лиц» является реальным воплощением казахстанской мечты. Мечты, где каждый талантливый, трудолюбивый, целеустремленный человек может стать героем нашего времени и гордостью нации. Уверен, наша талантливая молодежь покорит новые вершины профессионализма и еще выше поднимет флаг нашей Родины. Мы должны грамотно воспользоваться имеющимися возможностями для популяризации и продвижения своей культуры в мире. Поэтому я поручил правительству принять комплексные меры для поддержки этой стратегически важной отрасли. А для эффективности продвижения идей президент предложил финалистам регулярно встречаться с чиновниками, которые, судя по всему, теперь уж точно будут открыты к диалогу. Ирина Панфилова, Диас Ковланбаев. При поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24.